В 2005 году в составе Актюбинского отряда Западно-Казахстанской комплексной этноискусствовической экспедиции при сборе материалов по народной истории шажири крупного казахского племенного объединения младшего жуза Алимулы, нами было отмечено компактное проживание Алим-Кыргызов в Шалкарском районе Актюбинской области. А если быть точнее, в поселке Айшуак. Как показал дальнейший опрос населения, сами каргызы, так и представители местных родов, в большинстве своем шекты и тарткара, на вопрос происхождения Алим-Кыргызов придерживаются нескольких точек зрения. 1. Каргызы Северного Приоралия – это остатки племен Великого Каргызского Каганата. 2. Каргызы могли прикочевать или их насильно переселили во времена хана Кенесары и Каратай-Султана. 3. Вынужденная откочивка в казахские степи в связи с эпидемиями и болезнями на Тнишане в конце XVIII века. Как показали дальнейшие исследования, представители местных казахских родов каргызов причисляют однозначно к пришлым родовым подразделениям, называемых в казахской народной традиции в целом как керме, то есть буквально вошедшие рода. В Северном Приоралии к ним, помимо каргызов, можно отнести каракалпаков, башкир, уак и нагай. При этом два последних, хотя и относятся к керме, но считаются однозначно казахскими родами. Анализ исторических и этнографических документов и материалов выявил, что одним из главных источников пополнения группы керме в казахских родах, безусловно, являлись пленники, добываемые во время военных походов и набегов на своих ближайших соседей, превращаемые затем в рабов. Некоторая часть из них в последующем получала условно свободу и могла под хозяином иметь семью и заниматься хозяйством. Рабов могли перепродавать, передаривать, включать в приданые невесты и так далее. И в их числе могли присутствовать представители почти всех соседних народов. Как пишет, например, русский ученый Гавердовский, казахи достают всех несчастных через хищничество от россиян, каракалпаков, калмыков, персиян, джунгарцев и даже китайцев. В частности, эта сторона жизни намадов была подробно отражена в уложениях казахских степных законов, например, житий жаргы и так далее. Другим вариантом включения вышеуказанных народов в казахскую среду являлись массовые вкачевывания представителей других групп в состав тех или иных казахских родов на определенной договорной основе откупа скотом, услугами предоставления войск в поход и так далее, взамен предоставляемой территории кочевания. Остановимся более подробно на истории появления каргызов в Северном Приорале. Итак, о более раннем существовании подрода каргыс у казахов Алимулы мы можем отметить из донесения инженера, подпоручика Ригельмана и переводчика Гуляева Оренбургской губернской канцелярии о результатах их поездки к хану Нуралы в июне 1750 года. В частности, они вместе с Нуралы ханом 5 июня 1750 года принимали участие на поминках умершего чикли-каргысларского роду старшины Баимбет Батаря с ханом и с двумя родными братьями его, где Исет Тархан, Бахтабайбий. Очевидно то, что уже в середине 18 века они, то есть североприоральские каргызы, причисляют себя к шекты, а Лимам имеют состоявшуюся структуру управления, при этом на поминках присутствует хан и его ближайшее окружение. Для поднятия до такого статуса пришлому роду нужно время, и, видимо, следует предположить, что каргызы могли примкнуть к казахским родам хотя бы в начале или в первой половине 18 века. Говорить об их более древнем существовании, например, в 17 веке, среди Алимов, на наш взгляд, тоже не представляется возможным, так как это обязательно должно было бы отразиться в шижире местных казахских родов, в официальных документах и так далее, в которых мы их до сих пор не фиксируем. О существовании в более позднее время в составе казахов младшего жуза каргызов мы можем опосредованно получить информацию из документов архива хивинских ханов, которые были конфискованы русскими войсками после захвата Хивы. Например, в тетрадях по учету зекята, собранного с каракалпаков и казахов указаны имена должников и их рода – Адай, Алаша, Алим, Баюлы, Казак, Каракесик, Кыргыз, как один из родов казахского племени Алим, Кети, Кепчак, Табын, Тама, Тарткара, Чекты, Чумикей. Другим таким примером может служить рапорт коллежского секретаря Абдул-Кадыра Субханкулова председателю Оренбургской пограничной комиссии Ладыжинскому от 26 марта 1857 года с приложением алфавитного списка о почетнейших и влиятельнейших ордынцах близ укрепления Аральское, в котором под номером 8 дана характеристика на Бурангула-Джангерова-Кыргызаворода и Стеково-отделение Чиграева-подотделение. В материалах по киргизскому землепользованию По Иргизскому уезду статист Хворостанский пишет, что среди таких крупных казахских родов этого региона, как Шекты, Шамекий, Каракесик, отдельными аулами вкраплены в разных местах немногочисленные представители других родов. Алтын из Казалинского уезда, Уак из Средней Орды в Куландинской волости и Каракиргиз – пришельцы Салатау-Семериченской области в Чингильской. Автор начала XX века, как мы видим, их указывает однозначно каргизами, притом пришедшими с территории Алатау. Таким образом, на основе анализа вышеуказанных источников следует предположить, что алимовские каргизы действительно пришло и население региона. При этом, скорее всего, они прибыли в этот регион в первой половине XVIII века, может быть, именно в период расселения других каргизских родов между кундровскими татарами, кочующими по Ахтубе, в низовьях Волги. И, что немаловажно, перекочевка их на территории расселения племенного объединения Алимулы произошло мирным путем, компактно, с согласия местных родов, что явилось важной причиной их быстрого, безболезненного включения в культуру казахов Северного Приоралия. А также в настоящее время в Акмолинской области Центрального Казахстана проживают два рода бай-каргиз и жа-каргиз. Они были сформированы из пленных каргизов, которых в 1779 году захватил Аблайхан и расселил в Казахстане. Эти каргизы проживают в одном из самых живописных мест Казахстана, недалеко от знаменитых Кокшитауских озер. У найманов есть род Бура, и там тоже есть род Каргизали. Есть родовые схемы Алихана-Букиханова, и там дана схема рода Каргиз-Каркаралинского уезда. Род Каргиз есть в племени Каракесик. Среди казахов, проживающих у Чингистауских гор, есть эпос Аббаты Риманаси. Жунги Каргиз ныне расселены в Карагандинской области. Там же живут Кипшак Каргиз, Найман Каргиз, Естек Каргиз и Каши Каргиз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok